Привет всем! Меня зовут Карецкий Сергей и сразу к делу! В каждой кухне есть блюдо, которое принято считать деликатесом и которое можно попробовать только в этой стране. Но бывают такие изысканные блюда, которые могут показаться туристу омерзительными, ведь наш вкус формирует привычка. И сегодня я подготовил для вас подборку изысканных блюд, которые можно съесть только под дулом пистолета. И хочу предостеречь от просмотра ролика очень впечатлительных людей. Погнали! Касу Марцу. Стоит сказать слово сыр, как у вас потекут слюнки, а изображения чеддера поплывут перед глазами. Правда, при виде сардинского сыра Касу Марцу у вас может просто поплыть в глазах. Но для жителей острова Сардиния это настоящий деликатес. Касу Марцу переводится на русский как «тухлый сыр». И это только начало этой отвратительной истории. А его фишка в большом количестве живых личинок. Для приготовления этого деликатеса кусок сыра оставляют на открытом воздухе, предварительно нарушив корочку, чтобы мухи смогли залететь внутрь и отложить яйца, из которых потом вылупятся личинки. Но это не простая муха, ее так и называют сырная. Ее задача отложить как можно больше яиц, чтобы личинок было достаточно. После вылупления личинки начинают выполнять свою миссию – есть и испорожняться. Ферменты, которые вырабатывают их тела, разлагают сыр изнутри. А когда он дозревает, его разрезают, и вязкая, тягучая, густая масса с бесчисленным количеством живых личинок оказывается снаружи. Правда, при дегустации этого изысканного деликатеса нужно соблюдать осторожность. Личинки не любят, когда их беспокоят. Поэтому, когда вы начнете зачерпывать сыр, чтобы съесть его, они начнут выпрыгивать на расстоянии до 15 сантиметров. Поэтому, если вы решитесь отведать этот мерзкий деликатес, лучше надеть защитные очки. В прошлом этот сыр был запрещен Евросоюзом, так как не соответствовал нормам гигиены. Но позже его признали национальным блюдом в Сардинии, и теперь он не подвластен законодательным нормам. Хаукарль. Многие люди боятся акул, но только не исландцы. Здесь со словом акула ассоциируются более омерзительные вещи. Переваренное, сгнившее и вымоченное в воде мясо с ярким запахом аммиака. Это мерзкий. Хаукарль – традиционное исландское блюдо еще со времен викингов. Когда викинги начали осваивать Исландию, они обнаружили большое количество гренландских полярных акул у берегов острова, мясо которых стало основой рациона. Довольно быстро выяснилось, что мясо акулы опасно для человека, и нужно найти способ, чтобы очищать его перед употреблением в пищу. Чтобы вывести из мяса токсины, оксид триметиламина и мочевую кислоту, тушу акулы клали в яму и засыпали камнями, предварительно отрезав ей голову. Под давлением булыжников токсины выходили. Это занимало примерно 12 недель, и мясо уже начинало разлагаться. После очищения тушу разрезали на куски и оставляли сохнуть на несколько месяцев. Как же определяли, что хаукарль уже можно есть? Когда запах тухлятина достигал апогея, и сухая твердая коричневая корочка образовывалась на поверхности мяса, то это означало, что можно употреблять блюдо в пищу. Вам может показаться, что это какая-то гадость, но для исландца это настоящий деликатес. На национальном празднике Тора Блот, посвященному аутентичной исландской культуре, хаукарль поедает в неимоверных количествах, чтобы почтить традиции. Если вы не исландец, то, скорее всего, вас стошнит от этого блюда. Уитлакочи. Мексиканская кухня знаменита по всему миру. Миллионы людей обожают говядину на гриле и тако. Но есть одно блюдо, оценить которое по достоинству могут только местные жители. Это уитлакочи. Еще его называют кукурузная головня, гриб и мексиканский трюфель. На самом деле этот деликатес всего лишь головневый гриб, который поражает растения. Это серые наросты на початке, которые больше похожи на речные камни. Обычно фермеры не рады этому грибку, но мексиканцы специально пересаживают его с листьев на початок, чтобы они быстрее размножались. Местные племена веками ели этот гриб. Деликатесом он стал только во второй половине 20 века. Говорят, что на вкус он как сморчки, а запах немного отдает дымом. Его добавляют в супы и соусы или едят в чистом виде. При термической обработке гриб меняет цвет серого на черный и становится похож на чернила кальмара. Если вы любите пробовать что-то новое, то обязательно попросите добавить его в ваше блюдо, когда будете в Мексике. Яйца Virgin Boy Почти в каждой кухне представлены блюда из яиц. Они вкусные, полезные и из них легко готовить. В китайском городе Дуни-Ин есть блюда из яиц с особой изюминкой. Ежегодно весной здесь варят яйца в моче мальчиков-девственников не старше 10 лет. Чтобы собрать необходимое количество желтой жидкости, в местных школах ставят специальные ведра. Многие люди носят с собой пустые пластиковые бутылки, чтобы собрать мочу, если представится возможность. Обязательное требование к мальчикам – крепкое здоровье и отсутствие каких-либо хронических заболеваний. После того, как собирают достаточное количество курины, ее сливают в чан и варят в ней куриные яйца. Когда яйца сварятся до состояния вкрутую, их очищают и кладут обратно в чан с мочой, где они продолжают вариться в течение целого дня. Этот деликатес пользуется популярностью в Китае еще с древних времен. Считается, что употребление такого яйца в пищу укрепит здоровье и поможет предотвратить тепловой удар. Хотя появляются и противники этого блюда, которые говорят, что если качество мочи будет ненадлежащее, то можно навредить здоровью. Но, несмотря на все противоречия, этот деликатес готовят и употребляют в пищу на вполне законных основаниях. Более того, он считается культурным наследием дуниина. Шираку. Японское меню пестрит экзотическими блюдами, а шираку, пожалуй, самое необычное. Это мешочки со спермой самых разнообразных видов рыб. На роль донора спермы подходит треска, морской черт, лосось и фугу. Наибольшей популярностью это блюдо пользуется в зимнее время, так как в этот период вырабатывается самая активная сперма. А это значит, что блюдо будет вкуснее. Есть несколько способов приготовления ширака. Его можно есть сырым, тогда оно будет похоже на перемешанные мозги. Если слегка обработать, то структура станет кремовой. Шираку также подают в стадии глубокой зажарки в темпуре. Ширака довольно дорогое блюдо. Стоимость порции доходит до 100 долларов за крошечную порцию. Наиболее ценные семенные мешочки иглобрюха. А ширака, приготовленная из них, считается самым экзотическим деликатесом. Столетние яйца. Омлет, глазунья, яйцо в смятку и вкрутую. Все это слишком банально. В Китае очень популярен деликатес тысячелетнее или столетнее яйцо. Для приготовления этого блюда потребуется яйцо домашней птицы и особый маринад. Яйцо должно пролежать в специальном растворе несколько месяцев, чтобы дойти до необходимого состояния. Маринад готовят следующим образом. В бочку наливают черный чай, добавляют соль, лайм, свежесожженное дерево и оставляют на ночь. После того, как раствор готов, в него кладут яйца и оставляют на период от 7 недель до 5 месяцев. Консистенция готового тысячелетнего яйца похожа на желе. Цвет белка варьируется от янтарного до черного. Желток становится твердым и меняет цвет на серый или зеленый. Это блюдо достаточно сильно пахнет аммиаком, что добавляет ему омерзительности. Тысячелетнее яйцо можно есть как самостоятельное блюдо, а можно использовать как гарнир. Суп из птичьих гнезд. Когда речь заходит о птичьих гнездах, мы представляем себе ветки. Разве можно варить из этого суп? На самом деле суп варят из особого вида гнезд. Птичка салангана при строительстве гнезда использует только свою слюну. Так как эта птица обитает в пещерах, то добыть основу для супа не так просто. Но это не останавливает истинных гурманов. Поэтому птицы находятся на грани исчезновения. Дело в том, что гнезда собирают до того, как птицы успевают отложить яйца. Поэтому пернатым приходится строить новые гнезда. И они не всегда успевают отложить яйца. Птичку жалко. Где-то я это уже слышал. Да, такими темпами этот деликатас уйдет в прошлое вместе с популяцией птиц. Шиокара. Японское блюдо шиокара больше напоминает ночной кошмар в миске. Это блюдо готовят из морепродуктов, чаще всего из каракатицы. Рецепт приготовления прост. Нужно поймать каракатицу, порезать ее, перемешать мясо со внутренностями и соком, который есть внутри каракатицы и оставить мариноваться на месяц. Готовое блюдо больше похоже на вонючую слизкую пасту. Сами японцы говорят, что лучше всего просто проглотить содержимое миски и запить все это в виски. Да ладно! Кроме каракатицы, для приготовления шиокары используют кальмара, морского ежа, краба-скрипача и морского огурца. Многие настаивают, что вкус этого блюда очень похож на анчоусы. Вонючие головы. Аляска. Сказочный и очень холодный уголок земного шара. Местные жители готовят довольно странное блюдо тэпа, также известное как вонючая голова. Его готовят из белой рыбы или лосося. Голову рыбы вместе с потрохами кладут в деревянную бочку, оборачивают мешковиной и засыпают в землю на неделю. Через 7 дней бочку выкапывают и едят содержимое как есть. Гениально! Блюдо представляет собой вязкую, тухлую рыбную массу. И хотя туристу такое блюдо может показаться отвратительным, жители Аляски считают его истинным деликатесом. Не зря говорят, что на вкус и цвет товарища нет. Вы еще тут? Это хорошо, значит ваш интерес преобладал над чувством отвращения. Надеюсь, видео было познавательным. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А также, если вы хотите быть в курсе выхода новых видео на канале, жмите на этот колокольчик. Пока!